Привет всем, с вами Надя Экт, и сегодня я вам покажу один из способов приготовления домашнего сливочного масла. Путают мнение, что масло вредно для здоровья. Это откровенная ложь, распространенная в 80-е годы фармацевтическими компаниями, которые и по сей день наживаются на продажах лекарств по снижению холестерина. Есть тысячи и тысячи доказательств и примеров и исследований различных народов, которые опровергают вред сливочного масла и любых насыщенных жиров. Совсем наоборот, жиры нам необходимы. В сливочном масле содержатся витамины группы А, Д, Е, чтобы наша кожа не была тусклой или сухой, полезной для волос, ногтей и т.д. Витамин К2, например, выводит излишки солей и суставов. Кислоты в масле находятся полезны сердечникам, укрепляют они вены, артерии. Домашнее масло способствует повышению фертильности у женщин. Замечательно оно для работы мозга, для детям. Очень много преимуществ у масла и польза великолепная, поэтому отказываться от него просто глупо. Итак, мы начинаем с обыкновенных сливок. Желательно сливки самого лучшего качества. Если у вас есть домашние сливки, то это будет лучший вариант. И начинаем просто эти сливки в отдельном контейнере трясти. Через несколько минут вы увидите консистенцию вспитых сливок. Значит, наше масло почти готово. Ну, еще потрясем 2 минуты. Итак, у нас получается такой комок с отделившейся белой жидкостью. Эта белая жидкость называется пахта или боттермелк. Она хороша для выпечки или ее просто можно пить. Далее мы промываем наше масло в холодной воде. Для чего мы делаем? Для лучшего вкуса, чтобы было менее кислым. И вторая причина это, чтобы оно хранилось подольше. Чем меньше воды в масле осталось, тем дольше оно будет храниться. Но в нашем доме масло долго не хранится, поэтому я об этом не особо беспокоюсь. Добавляем соль. Морскую соль или гималайскую. Самое лучшее. Если у вас столовая соль, то лучше вообще не добавляйте. И моя изюминка. Я люблю добавлять каенский перец. О том, насколько он полезен. Это тема отдельного видео. Но это по желанию. Перемешиваем это все. Некоторые люди любят добавлять травы, чеснок, розмарин, укроп, петрушку. Все по вашему вкусу. И далее мы заворачиваем. Упаковываем масло. Ставим в холодильник. Если будете хранить его долго, то используйте контейнер с темными стенками. А так, в принципе, все. Наша масса готова. Вот так вот просто, легко и полезно. Я желаю вам огромного здоровья. С вами была Надя Экт. И до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok